Всех приветствую, с вами Александр. Продолжаю играть модификацию ОГСЕ. Я нахожусь на армейских складах, иду по заданию Каландайк артефактов. На армейские склады я пришел за пятой частью флешки. Лидер компании сталкеров Филин должен находиться на армейских складах. Возможно, он заходил на базу свободовцев. Стоит разузнать, что там о нем. Также я отыскал четвертую часть флешки, которую не мог найти в лощине. Не мог я ее найти, потому что при нахождении тайника Блохи, который находился в заложниках у искателей, я не прочел записку от доктора. И только после прочтения этой записки появляется диалог у Захарыча на темного сталкера. Он нам помог найти артефакт, ну, свет, который называется, и с помощью этого артефакта мы проникли в эти самые парящие домики в лощине. И там нашли четвертую часть флешки на болтуне, который был мертв. Так, пообщаемся с лидером свободы. Так, значит, это ты, Лукаш, глава свободы. Так, ни о чем, в общем, я ничего не видел. Мне нужен сталкер по кличке Филин. Я слышал, он заходил на склады, может, и у вас на базе побывал. Да, был такой, очень хорошо, что он тебе нужен. Это почему еще? Потому что он ушел на радар, вместе с группой моего лучшего разведчика Миклухи. Но от них уже неделю ничего не слышно. Мне нужен кто-то, чтобы проверил, жив ли Миклуха и его ребята. А если нет, то хотя бы похоронил по-людски. Он мне лучшим другом был. За одной Филина своего найдешь. Ну что скажешь? Что ж проверю. До встречи. Так, и что мы видим? Появляется новое задание. Называется «Узники радара». Так, следопытство свободовцев ушел на радар. Взял с собой несколько товарищей. Нужно отыскать его живым или мертвым. Именно по этому заданию я отправляюсь на радар. Возможно, там смогу найти и Филина. Посмотрим, что на радаре здесь у нас. Так, это что такое? За сообщение неизвестно от кого. Я знаю, что бармен просит тебя отключить установку. И что у тебя есть настроенный пси-шлем. Благодаря этому шлему ты являешься единственным из нормальных людей, способным проникнуть к рубильнику. На твоем месте я бы не спешил выполнять просьбу бармена, если, конечно, тебе дорога жизнь. Уверяя, даже отключив установку и пробравшись на ЧАЭС, ты не найдешь ответов и лишь увеличишь количество имеющихся у тебя вопросов. Но если ты не хочешь отступить от намеренного пути, вспомни, где ты проводил замеры с ассистентом профессора Сахарова. Там при входе на территорию лаборатории справа есть механический цех. Там тебя ждет кейс с жизненно важным для тебя содержимым. Да, вот такое сообщение от неизвестного приходит. Я примерно представляю, где находится этот завод. Вернее, я представляю, где находится этот завод. Нужно будет проверить, что это за кейс. Но сейчас, прежде всего, нужно отыскать отряд Миклухи. Прибыл я на радар. Свободой четко обозначено на карте отряд Миклухи. Лукаш просил отыскать этот отряд. Возможно, здесь должен находиться наш филинг, у которого есть пятая часть флешки, которая нам необходима. Чувак, у нас тут поменьше зоопарка с дурдомом. Без тебя не справимся. Нужно выяснить причину, почему отряд находится... Не выходил на связь. Так, до встречи. Ты меня пропустишь. По всей видимости, нет. О, Мэн, рад видеть. С тобой мы горы своротим. Приветствую тебя, Лукаш. Уже заждался, шли бы вы домой. Не так быстро, сталкер, потому что мы теперь с тобой в ловушке. Я со своими парнями здесь уже почти неделю сижу. Нас твари зажали. Не дают выбраться из-за этой задницы. Какие твари? Я ничего не вижу. Мутант из черного леса. Они идут волнами. Каждый день. Видел, сколько мы уже отстреляли? Отстреляли. Патроны заканчиваются. Жар-2 тоже на исходе. Мои товарищи ослабли. Так что считай ты вовремя. Странное поведение мутантов. Чего им нападать на вас? Я и сам не пойму. Что-то здесь нечисто. Мы пришли сюда, как я уже говорил, неделю назад. Шли от складов. Прошли пол радара. Потом уткнулись в сильнейшее излучение. Поняли, что дальше пути нет. Решили разбить временный лагерь здесь. В этом закоулке. Здесь что-то вроде входа в какой-то туннель. Там есть дверь, правда она заперта. Так вот. Мы уже хотели убираться, сударь, как вдруг пошли эти волны тварей. Одна за другой. Не упускают нас, проклятие. Да еще и место у этого туннеля какое-то странное. Голова постоянно трещит, а по ночам снится кошмары. Вон Фидель наш вообще от этого заболел. Да, я сразу заметил, что атмосфера здесь какая-то нездоровая. Вот и о том же. Впрочем, мы верили, что Лукаш пришлет кого-то нам на выручку. Вот и явился ты. На выручку? Да, верно. Слушай, с вами шел фильм. Где он? На том свете парень погиб. При первой же нашествии твари. Упокой господь его душу. А где его тело? В туннеле за БТРом лежит. Даже похоронить парня нормально не можем. Из-за всей этой хрени. А при нем флешки не было? Да, была такая. Сохранил я ее. Только посмотреть все время не... Нет. Стоп. Что это? Что случилось? Блин, сканер снова засек живность. Эти гады. Эти мунтанты не иначе. Сталкер, помоги нам отбиться, а то мои бойцы уже ели в руках оружие держат. Поможешь? Отдам тебе флешку. Хорошо, помогу. Так, задание обновляется. Кстати, кабан был какой-то огромный. Интересно. Так, что не помяли тебе кабаны? Нет, вроде, кстати, таких крупных особей я мало где встречал. Так, стоп. Что ж такое? Опять сканер сигнализирует о мутанта. Снова волна. Только что отбились, не пойму ничего. Кору уже завален тварей, потом решим, что делать. Так, еще очередная волна. Волна-война. Волна-война. Я опасаюсь в своих не попасть. Так, что дальше? Так, отбились. А есть оружие какое-нибудь посерьезнее? Кстати, я в старом БТРе рылся и нашел парочку противопехотных мин. Надо бы их взять и установить на подходе к лагерю. Может, кто посерьезнее кабанов припрется. Так, почему бы не установить две мины? В Кунге в ящике. Что? На лавке. Хорошо, сейчас я смотрю Кунг. Там, говорит, мины есть. Две мины. Не густо. Сейчас попробую установить их. Не хочет он меня пускать. Зря. Так, одну где-нибудь здесь. И здесь. И здесь. Первую волну. Потом еще две с тобой. Всего три. Что-то здесь не так. Одно из двух. Эти долбаные твари скоро закончатся. Или... Что, или? Ё-моё, опять твари. Да что ж такое? Спокойно сейчас разберемся. Так. Все вот гиганты идут. Ну, это было несложно. Так. С псевдоми покончено. Надеюсь, это была последняя волна. Ох, мужик. Я тоже так надеюсь. Да, слушай. Что за дверь в туннеле, о которой ты говорил? Мы сначала хотели через нее отсюда выбраться. Да так и не получилось. Она запертой оказалась. Что самое интересное. Наш Че, специалист по взлому всего и вся, посмотрел на ее замок и сказал, что он не заперт. Она все равно не открывается. Такие дела. Слушай-ка, давай-ка я посмотрю. Так, осмотреть дверь в туннеле. Это, по всей видимости, наш филин. Почему-то сейчас не высвечивается на экран. Так, нычка хромового. До встречи. Ничего интересного. На экран после последнего апдейта сообщения. Продолжение следует. 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 что это было за это свободовцы все наркоманы гребаные накурили дверь надо я вернулся так фигня какая-то прямо не знаю как описать короче мне померечилось что за ней что то есть скажу честно ни одному тебе давай-ка о блин что-то сканер опять сигнализирует нет голова ок блин так где-то у меня был препарат я думаю с ножа стоит попробовать убить надо подобраться поближе только так что это было отношение так друг понятно аномальный череп скальп снятый супер контролера на радаре в полном темноте может заметно так сказать свечение от него хорошо возможно нам понадобится свечение это все интересно а где же флешка наша так что это была моя башка не знаю неизвестная тварь похожа на контролера но необычно так я понял короче есть такая байка у местных живет мог где-то в зоне под землей какой-то получеловек полумутант по кличке хозяин запертых катакомбах так он не смог выбраться наружу потому что ему что-то мешало теперь я понял этой помехой были мы случайно обосновавшись возле его логово мы мешали ему выбраться наружу из-за запертой двери звал к себе на помощь толпы нечисти потому и чувствовали мы себя здесь хреново отбились и отбивались ежедневно твари да мог бы он на ваших мозгов-то хозяином стать это точно слушай возьми вот от моих ребят так спасибо что помог нам такое никто не забудет если бы уж у лукаши расскажи ему все что было само собой не забудь про флешку филина так все флешка собственно у нас зачем мы сюда приходили посмотрим как теперь обновилось задание по поиску клондайка артефактов так найденные флешки позволили установить где находится клондайк артефактов но для его активации нужен специальный ключ который спрятан пжд подземная железная дорога по всей видимости переход нам на него пока неизвестен возможно стоит вернуться к лукашу я думаю продолжу на армейских складах вернулся я на армейские склады к лукашу здорово брат я видел так ничего в общем я видел лами клуху его ребят попросили передать тебе привет сами они живы и практически здоровы куда же не запропастились их какая-то необычная тварь держал пришлось личный раз доказать свою крутость и вмешаться так у нас нас так слушай эту одну тварь завалил пока твоих ребят выручал интересует охренеть отдай ее мне я тебе за это расскажу как попасть старую подземную железную дорогу идет по рукам да далее мы вот этот самый череп супер контролера и он указал переход в подземную железную дорогу сейчас я посмотрю где это на переход находится так в темной долину да переход в подземную железную дорогу именно оттуда мы должны попасть в городок 32 по нашему заданию по которым я иду пока основному а именно к лондайк артефактам и сейчас я хочу отправиться обратно на янтарь для того чтобы попытаться отыскать в цехе завода кейс на который нам дал на дали наводку со сообщения от неизвестного когда мы только вошли на радар я думаю на янтаре и продолжу прибыл я обратно на янтарь взял у сахарова задания секрет янтаря стать зомбированным он попросил на болоте набрать воды собственно я набрал эту воду сейчас мы отдам смотрим во что это все выльется так я добыл воду вы держите так позвольте взглянуть то что надо как раз эта вода подойдет для приготовления сыворотки сейчас я смешаю все нужные компоненты компоненты сыворотка будет готова далее вот сыворотка готова после того как вы примете препарат вам может стать плохо это не опасно и пройдет течение минуты когда сыворотка перестанет действовать приступа повториться будьте осторожны не пропустите момент окончания ее действия так новое задание секрет янтаря поговорить с чуком сыворотка так задание выполнено стать зомбированным спасибо вам так поговорить с щуком стать зомбированным интересно слышь но я кажется нашел способ пройти на завод это таки как по это я понимаю задание секрет янтаря выяснить что здесь происходит вообще до сахара сахаров изготовил сыру сыворотку для временного зомбирования пока мы будем в этом стане зомбированные историки не будут на нас реагировать стремно блин ну давай попробуем другого выхода у нас все равно похоже нет пробуй ты первым я остатки выпьем лады сейчас так похоже сработало как кажется получилось можем идти на завод искать фигу да обновляется задание секрет янтаря найти фигу до встречи также нужно не забыть взять кейс наводка на него нас было от неизвестного кейс тоже отмечен четко на карте меченый с тобой говорит командир отряда монолита мы знаем что ты здесь он сам нам это сказал выйди умри мужчины ты зашел слишком далеко рано или поздно это должно случиться не пытайся убежать все выходы перекрыты так как где у нас монолит до монолит смотрите вон там стоит но они нас не трогают мы в образе зомби да иногда полезно быть зомби так что случилось ты чук нет так чук нас нужно найти филина да вижу одного надеюсь это он да фига фигу нужно было найти фига говорить можешь он чук узнаешь его чук так брат рад видеть секрет янтаря расскажи да тайник на территории бара где пух пух жжется больно большой сейф держись давай помогу вставай надо уходить нет фига все таки умирает так а где наш напарник это не он он в очках был вот она так меченый спасибо иди сам я останусь нужно похоронить фигу пока не кончилось зомбирование так не оставайся тут долго помрешь я ухожу да но сейчас я не ухожу а так как у меня еще есть 4 минуты в образе зомби я спущусь в лабораторию x16 по основному заданию принести документы я думаю там не будет ничего интересного это сюжетный квест обыскать труп васильева проникнуть в лабораторию думаю продолжу когда уже выйду из лаборатории x16 выбрался я из x16 там оказался стандартный квестовый сюжет из оригинальной гритинь тень чернобыля нашел документы выключил выжигатель мозгов вернулся обратно на завод хотел повоевать с монолитовцами от которых пришел свое сообщение так а пока монолит нужно забрать его к себе вернуться к сахару так что у нас у сахарова получается так вы замечательно потрудились меченые отключение излучателя позволяет снарядить новую экспедицию исследовать недоступные прежде территории с территории бывших армейских складов есть проход на дорогу к городку 332 вы слышали об этом городке не уверен не слышал ли так и большого нам информацию дает это закрытый старый военный городок названный по старой советской традиции минование закрытых городок 32 он находится как припять в ванковском районе киевской области туда была крупная экспедиция с западными учеными которая столкнулась скажем так с некоторыми непредвиденными обстоятельствами экспедиция почти полностью погибла от бывших от выживших информации осталось не особенно много они сошли с ума видите ли с тех пор сталкер называет этот город мертвым если соберетесь его исследовать соблюдайте крайние меры предосторожности ни в коем случае не идите один не спите на его территории вне укрытия в случае если у вас начнутся галлюцинации постарайтесь покинуть его как можно скорее и да еще одно в знак моей признательности за вашу помощь я тут отложил для вас кое что если вы соберете исследовать мертвый город или отправитесь к радару это устройство вам очень пригодится эта система жизнеобеспечения автоматическая носить ее на поезде конечно не забудьте сначала зарядить картриджами с препаратами ну и включить разумеется перебор будет следовать следить за состоянием вашего здоровья и в случае если вы получите серьезное ранение заразитесь радиацией или переутомитесь прибор автоматически ведет вам соответствующий препарат если какое-то из действий воздействия вам не нужно их можно отключить на панели прибора также полосками показан заряд внутренней емкости до свидания меченый берегите себя так для использования автодока разместите прибор на поясе и используйте картридж чтобы зарядить его после этого войдите в интерфейс прибора щелкните на нем правой кнопкой мыши и выбрав использовать включите прибор кнопкой выкол и настройте нужные вам воздействия кнопками рядом с полосками заряда емкости прибора полоска на переключателе означает что воздействие включено круг выключено спасибо буду иметь в виду да дает он нам какой-то прибор интересный где он вот автодок лечебный комплекс с этим я конечно разберусь это картриджи как я понимаю повисить на пояс использовать да вот его включаем выключаем здесь соответственно выбираем радиация выносливость кровотечение какие функции нам необходимы это все понятно также нам сахаров дал наводку то что с территории радара есть переход в городок 32 то есть можно попасть в пжд в подземную железную дорогу не только с темной долины также можно попасть из радара но сейчас я отправлюсь в бар по заданию фиги который погиб у нас на территории завода на интере сейчас нужно искать его тайник в баре заодно я сдам заданию бармену по поиску документов в x16 вернулся я на локацию бар также я хочу прочитать записку которую мы нашли на интере на заводе я еще и не читал если ты тот о ком я думаю то ты знаешь где находится тайник стрелка в этом тайнике ты найдешь ключ код кейса но если я в тебе ошибаюсь то нет тебе смысл если туда не следует целее будешь если же не ошибаюсь будь в курсе рубильник в лаборатории x10 заминирован и подключен к резервуарам с нервно-паралитическим газом при открытии при попытке выключения установки посторонним все что находится в помещении с рубильником взлетит на воздух а насос начну закачивать газ в помещение лаборатории инструкцию по отключению ловушки в этом кейсе который тоже защищен в нем закреплен керамический резервуар с холодцом под давлением который лопнет при попытке взлома расстроив так растворив все записи уничтожив взломщика так что если ты посторонний положи кейс где нашел и уходи да вот самый кейс чтобы его открыть нужно сначала спуститься вернее не спуститься а обратно вернуться чтобы в тайник стрелка чтобы открыть этот самый кейс сейчас скину броню потому что я полезу в жгучий пух к сейфу фиги система жизнеобеспечения не позволит мне умереть так как я ее включил очень полезная штука сейчас выберусь из пуха и прочитаю записку фиги да действительно полезно система хорошо работает так записка из тайника фиги я уже давно изучаю аномальные явления на территории янтаря совсем недавно заметил на территории завода странное свечение около компрессорной напоминающей отблески артефакта но гораздо более сильное оно возникает только в определенные часы было около 10 часов вечера я находился недалеко но побоялся подойти к тому же у меня начиналась болеть голова видимо эффект бипсезона проходил надо было уходить недавно у Сахарова закончили запасы этого чудо лекарства очень не кстати но я все равно попытался пробраться туда снова попытаюсь если я буду медлит то свечение может заметить кто-то еще опередить меня на случай зомбирования оставлю здесь рыбку Сахарова обещал вылечить надеюсь все обойдется и это послание мне не понадобится фига если вы читаете эту записку то я скорее всего погиб на всякий случай оставил самый важный из найденных мною ранее документов с лабораторией на озере Янтарь в автобусе у дороги ведущей к воротам завода будьте предельно осторожны все крайне серьезно так что дальше записка все крайне серьезно мне кажется что обнаруженное мной каким-то образом связано с возникновением зоны да интересно становится нужно проверить обязательно этот завод еще раз на Янтаре также найти записку в автобусе на который указал фига но я думаю этим мы займемся уже в следующей части а с вами был Александр всем пока всем пока я не знаю я не знаю я не знаю Продолжение следует...